Женщины Reddit, которые носят очень глубокие вырезы и открытые топы. Расскажите историю, когда кому-то было максимально сложно поддерживать зрительный контакт. Не забывай с меня ролик, а с тебя лайк и подписка. Ну и про коммент длиннее четырех слов не забудь. Всем приятного просмотра, я начинаю. Я не ношу топы с глубоким вырезом, но по моим наблюдениям, и другие женщины мне это говорили, у них была эта проблема, когда они носили очень узкие топы. Не обязательно с глубоким вырезом. Некоторых людей просто запрограммировали на то, чтобы смотреть на визуальное отвлечение. Особенно мужчины. Как-то раз видела документальный фильм о мошенниках, и была одна интересная пара, у которой была командная схема, которая выглядела так. Партнерша создавала отвлечение, надев открытый топ, и она роняла что-нибудь перед мужчиной. Она наклонялась, возясь с тем, что она уронила, и в течение нескольких секунд большинство мужиков реагировали согласно плану, получая синдром оленя пойманного в свете фар. Пока их отвлекала партнерша женщина, партнер мужчины либо ковырял в кармане жертвы, либо крал все, что у этого мужчины было с собой. У них был довольно успешный бизнес. Прежде чем их поймали. Я обычно ношу рубашки с очень высоким воротником. Однажды я надела кофту с глубоким вырезом. Моя сестра продолжала смотреть на мою грудь. Когда я спросила ее об этом, она ответила, «Я думала, у тебя там плоско, а тут такое…» У меня была презентация в классе. И я решила, что чем лучше я выгляжу, тем лучше я получу оценку. Потому что мир так устроен. Поэтому я оделась максимально круто. У меня уже есть большие сиськи. И я решила одеть декольте и бюстгальтер с пушапом. Объединило оружие, так сказать. Плюс ко всему, этот обтягивающий летний топ сделал мой бюст очень красивым со всех сторон. На них смотрели не только мужчины и мальчики, а и другие девочки из моего класса. Это было безумие. Во время разговора на них кидали взгляд 8 плюс раз. И то же самое было со всеми пятью девушками, с которыми я разговаривала в течение приличного количества времени. Был парень, который мне очень нравился. Я решила подойти поговорить с ним и посмотреть на его реакцию. За все время разговора он только раз кинул взгляд. Я могу только представить его силу. Помогала одному парню подготовиться к тесту по биологии после школы. Я специально надела рубашку. Я не уверена, обратил ли он внимание на мой урок биологии. Ну, раньше у меня была очень маленькая грудь. Так что такой проблемы не было. Теперь они решили, что пришло время стать огромными. Трудно найти вещи, которые не демонстрируют декольте. И да, и мужчины, и женщины, гетеросексуалы и геи продолжают опускать глаза. Хотела бы я иметь... Хотела бы я иметь веселую историю. Но в основном это просто то, что все смотрят, как будто они даже не осознают, что делают это. Во всяком случае, это забавно наблюдать, как мой преподаватель всегда смотрит мне прямо в глаза. С небольшой агрессией. Мой муж отказался от попыток поддерживать зрительный контакт. Если только мы не находимся на публике. Вы бы видели эту внутреннюю борьбу с трясущимися глазами. На мне рубашка с высоким воротником. А парни все еще смотрят на мою грудь. Я носила свободные блузки со спортивным бюстгальтером. А парни все еще смотрят на мою грудь. Дело не в декольте. Мы с женой гуляли по пляжу много лет назад. И она заметила, что я смотрю на очень красивых женщин. Она сказала, ты извращенец, перестань смотреть на этих полуголых девушек. Я сказал, я все еще джентльмен. И смотрю только на те части, которые прикрыты. Обычно мне нравится носить блузки и оставлять верхние пуговицы открытыми, чтобы был вырез. Как бы то ни было, я недавно была у врача. И, наверное, никогда не видела, чтобы мужчина так старался сосредоточиться на моем лице, как в тот день. В конце концов, он сдался и последние три минуты моего визита он разговаривал со мной. В то время, как смотрел на мою грудь, я никогда не чувствовала себя так неловко, как в тот день с расстегнутой блузкой. Эй, у меня встречный вопрос. Насколько это очевидно, когда парни смотрят? Я парень, а подростковые гормоны ука. И иногда я ничего не могу с собой поделать. Мы все видим, но предпочитаем игнорировать. Чувак продолжал смотреть вверх и вниз, пока говорил со мной. У меня даже начала проявляться морская болезнь. Я бы предпочла, чтобы он просто смотрел вниз. Не я, а моя подруга из восьмого класса. Она имела тенденцию носить откровенную одежду, что было своего рода бунтом по отношению к ее родителям. Я не понимаю ее логику, но каждому свое. Был один учитель, который прославился изучением активов школьниц. Он сбрасывал ручку со стола и просил девочку поднять ее, чтобы он мог глазеть в течение нескольких секунд. И был уволен после того, как был пойман за просмотром порно на территории школы. Как бы то ни было, моя подруга разговаривала с ним, и он не мог смотреть ей в глаза. Я сидел рядом с ней и позвал его. Он защищался и отрицал это, но продолжал смотреть на протяжении всего разговора. Моя подруга достигла пика физического развития в восьмом классе. Так что она была самой зрелой из всех девочек и главной мишенью для уловки в стиле упавшей ручки. Я съеживаюсь, когда думаю об этом. Каждый гребаный раз. Не женщина, но я считаю, что эта история здесь вполне подходит. Я пошел навестить свою тогдашнюю девушку. Мы с ней встречались уже пять лет, поэтому были очень хорошо знакомы друг с другом. Я захожу, а она только что вышла из души и была полностью обнажена. Я не мог не смотреть. И она говорит, эй, мои глаза находятся не снизу. А моя умная задница отвечает, я знаю, на что смотрю. Пощечина была болезненной, но оно того стоило. Я не ношу открытых топов, но у меня огромные сиськи. Я одеваюсь довольно скромно, поэтому я думаю, это шокирует парней, когда резвлюсь с ними. Меня это на самом деле очень веселит, потому что парни, которые видят мои сиськи впервые, понятия не имеют, что с ними делать. Они спрашивают меня, могу я ахнуть твои сиськи? И я соглашаюсь. В основном, потому что знаю, грудь не будет оказывать сильного давления на пенис, даже если их сжать вместе. Я слышу, они такие большие. Каждый раз. Я могу сказать, что каждый парень пытается подсчитать. Мой член плюс ее сиськи равно прибыль. И каково это иметь такую власть над людьми? Сначала круто, потом жутко, когда этот старик идет прямо за мной, чтобы через мое плечо видеть мое декольте. Или когда ваш дядя случайно проливает пиво вам на грудь. Я лучше просто покажу ему, чем он испортит мне кофту. Ну, я женщина и не лесбиянка. Но я обычно смотрю на грудь всех, независимо от их пола. Потому что я настолько низкая, что для меня это уровень глаз. Становится очень неловко с женщинами. Я также не могу смотреть на их животы. Потому что тогда кажется, что я смотрю на что-то еще. А смотреть им в глаза мне очень тяжело, болит шея. Кроме того, иногда у женщин просто гладкая и красивая грудь. Хотя я и не гомосексуальна. Но я бы солгала, если бы сказала, что не бросала взгляд на них. То же самое и с мускулистыми мужчинами. Я ничего не могу с собой поделать. Я работала в офисе в основном с женщинами. И одним очень религиозным и скромным мужчиной. Четверо из нас, включая его, стояли и разговаривали. И я как бы забыла, что он был там. Потому что он никогда особо не говорил. Да, мы говорили о чем-то, ориентированном на грудь. И я вмешалась, щелкнув ремешком бюстгальтера. При щелчке этот мужчина выронил все, что держал в руках. Казалось, это пробудило его от транса. Это была невинность в самый бесценный момент. Однажды я была в пабе с приятелем. Мои отчаянно нуждались в еде и изобрели внутрь. Там было немного неуютно. Я была там единственной женщиной. Некоторые парни играли в бильярд. И продолжали смотреть на меня. Громко болтая. Иногда они понижали голос, чтобы что-то сказать. Глядя на меня. У меня большая грудь, поэтому я думаю, что знаю, про что они говорили. Я просто проигнорировала их. Пока один из них не запустил белый шар через край. Он приземлился возле нашего стола. Я поворачиваюсь к своему другу и говорю. Смотри, встаю на все свои 182 сантиметра роста. Наклоняюсь, чтобы подать мяч и передать его этому парню. Он и все его товарищи мгновенно замолчали. У меня было 5 оленей в свете фар. Имеется в виду эффект, когда человек стоит и не может пошевелиться, как олень в свете фар. Я ничего не сказала, смотрела ему в глаза и положила мяч ему в руку. Я одарила его быстрой ухмылкой и отвернулась. Минимальное усилие. Повторила бы снова. Я действительно не наблюдаю. Поэтому не замечаю, куда смотрят парни. Тем более, что мне неловко смотреть в глаза. Но однажды я гуляла с друзьями и на заднем плане я услышала, как какой-то подросток начал кричать своим товарищам. Ее сиськи больше, чем у твоей мамы. И я просто смеюсь, когда думаю об этом. Он так старался. Я могла наблюдать, как его глаза начали дергаться. Это был зрительный контакт. Затем его глаза просто скользили немного вниз, прежде чем резко подняться. Ему пришлось снять очки и надеться лонзозащитные. Я ходила на свидание в прошлом месяце. И парень разговаривал с моим декольте. У меня большая грудь, но не с очень глубоким вырезом. Я не злилась и не сходила с ума, но он определенно не получил следующее свидание. Я довольно грудастая девушка. Поэтому забавно наблюдать за этими парнями. Труднее всего было парню поддерживать зрительный контакт, когда я уронила деньги на обед и наклонилась, чтобы поднять их. И рубашка немного соскользнула. Парень за прилавком начал заикаться и продолжать смотреть вверх и вниз. На самом деле это было довольно забавно. Совсем недавно я разговаривала с моим другом парнем. Я была очень рада и просто прыгала, когда говорила. А он изо всех сил старался не смотреть. И я признаю, даже я бы посмотрела. Поэтому я стала уважать его немного больше. Даже не обязательно с большим вырезом. Обычно это происходит на собеседовании. Я привыкла к этому. Я очень невысокая девушка, 152 сантиметра. Моя коллега, которая намного выше меня, носила рубашку с очень откровенным вырезом. Ее грудь была для меня на уровне глаз. Мы случайно столкнулись, я смотрю прямо перед собой, и вот они. Это был очень неловкий день. Я никогда не ношу рубашки с глубоким вырезом. Потому что у меня довольно большие сиськи, но у меня маленькая фигура. Я выгляжу как обычная аниме-сучка. Очень редко я ношу что-нибудь откровенное. И всегда вижу страх в глазах моих друзей-парней, когда они случайно на секунду смотрят вниз. Иногда я ловлю их на том, что они смотрят. Когда думают, что я не смотрю. Смотреть нормально, а пялиться нет. Хотя иногда действительно трудно не смотреть, я понимаю. В моем классе была одна девочка с красивым телом в форме песочных часов. Добавьте сюда уроки плавания и подростковые гормоны. И о боже, мне было трудно не смотреть. Такая красивая грудь. Не с вырезом, а с укороченными топами. Никто никогда не смотрит мне в глаза. Всегда на живот. Первый день публичных выступлений. Просто день лекции. И мой учитель зовет меня, говоря, что профессиональная одежда всегда обязательна. Потому что учителя просто не знают, как не смотреть. Бюстгальтеров не ношу, рубашка не с глубоким вырезом. Учительница женщина. Спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал и жать колокольчик. И включи там все уведомления, чтобы ничего не пропустить. Девушки, жду от вас комментариев с подобными ситуациями. Парни, а вы расскажите в комментариях, как вам удается не смотреть. А также предлагаю посмотреть вам вот эти два ролика. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok